Сегодняшняя цель нашего записи видеоролика Это показать достоинство метода сочетания пункций суставов с ультразвуком То есть совмещение этих двух специальностей вместе Ревматолога и ультразвукового диагноста И показать, насколько легче, проще и доступнее становится метод пункций суставов Под контролем ультразвука И второе, это то, что мы с помощью ультразвука можем использовать Введение препаратов гиалуроната натрия в суставы Причем не только в коленные, повсеместно распространенные Но это забедренные суставы для лечения остеоартрита И эта методика, мне кажется, должна иметь более широкое применение по всей республике И достаточно врачей, которые владеют и ультразвуком, и внутрисуставным ведением И если мы сможем совместить эти две специальности, мы сможем добиться хорошего результата И действительно достойны реально помогать пациентам У нас пациент с устартритом тазобедренного сустава Стадия у нас уже третья То есть при такой стадии уже в основном протезируют суставы Но протезирование это достаточно сложный процесс Есть много противопоказаний Не все пациенты могут себе позволить протезирование и состояние здоровья Инфаркты, инсульты, какие-то сопутствующие болезни Они являются противопоказанием для протезирования И поэтому одним из выходов является введение препаратов гиалуроната натрия В полосозобедренного сустава, который для начала как механическая смазка смазывает сустав И во вторую очередь это является хорошим хондропротективным средством Которое восстанавливает сустав, помогает ему дальше существовать, жить И лишает пациента боли почти на год И вот этим мы сейчас и занимаемся Введение препаратов гиалуроната натрия требует четкого попадания в суставную щель Которая уже изменена и очень узкая И поэтому нам помогает ультразвуковой контроль Чтобы мы смогли эту процедуру осуществить Вот это шприц гиалуроната натрия Готовый уже в стерильной упаковке, продающийся в аптеках Которую приобретает пациент Мы выводим щель тазобедренного сустава по датчику И вводим препарат И вот появляется на уровне щели Введение препарата в виде облачка яркого, которое огибает головку бедренной кости Это видно все на экране, что мы попали и правильно ввели препарат Здесь пациентка с патологией тазобедренного сустава Справа мы видим явление кокс-артроза И имеется как деформация головкой, так и вертужной впазины С изменениями структуры костей И уменьшением размеров щели То есть изменениями хрящевыми Учитывая молодой возраст пациентки Она пока не идет на протезирование этого тазобедренного сустава Чтобы снять болевой синдром и оттянуть время протезирования И вводится препарат гиалуроновой кислоты в тазобедренный сустав Мы пришли уже туда, куда надо Все красиво Хорошо Чувство распирания Немножечко в суставчике Оно не совсем приятное Ну что же делать Укол такой вязкий Уколчик вязкий Целых 3 мл Почему еще важен ультразвук Потому что, если вы видели на предыдущих слайдах Что мы кололись обычной иглой длиной 4 см Например, у этого пациента Глубина залегания тазобедренного сустава и его щели Находится на 5 см И поэтому той иглой, которую мы обычно колем Мы не попадаем в щель Мы не доходим до нее И вот для того, чтобы правильно выбрать даже длину иглы Для пункции тазобедренного сустава важен ультразвук И вот здесь мы берем уже намного длиннее иглу 8 см И используем ее для пункции тазобедренного сустава И вот Мы видим, что мы попали в щель Что четко идет распространение Препарата по щели Вот видно, как распространяется по суставчику Препарат Здесь пациент со ста артритом тазобедренных суставов Третьей стадии Значит, на экране видна суженая суставная щель Есть ста артрит, измененная капсула сустава Опять-таки протезироваться есть проблемы, которые щель не может И мы вполне можем продлевать жизнь сустава Препаратами гиалуроновой кислоты Вот было видно, как шла иголочка И сейчас появится Облачко Вот оно вниз пошло Облачко, которое Прямо между суставными щелями Возится препарат Это все хорошо видно на экране Вот облачко красивое Которое между суставными щелями идет Распространяется в препарат Вот так вот пошел препарат По щелям оно видно, как распространяется Вот так здесь пациент опять со ста артритом С выраженным болевым синдромом Плохо переносящие Да, противовоспалительные препараты С повреждением мениска И поэтому хондропротекторы, которые влияют не только на хрящ Помогают пациенту справиться со своими проблемами Проблемами, в том числе и с проблемами связочного аппарата То есть повреждениями мениска При устартритах очень часты подколенные ямки кисты бекера Они бывают разных размеров Организованные, с надрывами осложненные Здесь есть включение То есть киста бекера старая Достаточно уже немалых размеров Которая и мешает функционированию сустава Вот мы в нее зашли Вот видно хорошо, как она уменьшается в размерах Вот иголочка стоит И вот мы полностью убрали кисту бекера Значит, вот у нее 12 мл жидкости Кисти бекера было Соломина желтая, неосложненная И сюда мы немножечко возьмем предовоспалительный препарат Глюкокортикоид, деподипроспан Небольшое количество Учитывая, что еще были явления сеновита То частично там было Оставим введение препарата еще в верхний заворот коленного сустава Это плечевой сустав Артроза, артрит Клечично-грамелиального сочленения Плечевого сустава Туда пошел, пошел Хорошо Две точки Две будут, вторая будет Зубокрамиальность Хорошо Зубокрамиальность Пошел Прекрасно Хорошо Все Можно Да, супер, прекрасно Локтевой всегда больной суставчик Все Мы видели уже Те результаты, которые мы добиваемся То есть даже Достаточно выраженные стадии Остартроза Рентгенологические То есть третья, ближе к четвертой стадии Третьей, четыре Мы можем попадать в щель сустава Вводить препараты И давать возможность пациентам Двигаться без боли В течение полугода Года у каждого Свой срок Действия этого препарата Молодым пациентам Оттягивать применение Хирургического метода лечения У травматологов То есть протезирование сустава Пожилым пациентам Которым невозможно протезировать сустав Из-за большой сопутствующей патологии Давать возможность Активного долголетия То есть двигаться Обслуживать себя И быть в социуме Вот это наша задача Помощь нашим пациентам Реальная, достойная И современная Продолжение следует...